Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Север. С вами в студии Елена Семеновичева. На реке Печора в Нинецком округе сохраняются критические уровни воды, сообщает гидрометеорологическая станция Наринмар. Достижение максимальных отметок на участке Тошвистка Наринмар ожидается 23-25 июня. В селе Великовисочное сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В муниципальном образовании подтоплена 281 придомовая территория, 174 жилых дома, в которых проживают 427 человек, в том числе 98 детей. Эвакуировано 26 человек, включая 11 детей. Все они размещены у родственников. Подтоплено 6 социально значимых объектов, в том числе территория больницы. Четыре пациента находятся на втором этаже. Туда же эвакуированы медикаменты и оборудование. По информации руководства Северожилкомсервис, Великовисочное и Тошвистка переведены на резервный источник питания. В поселении продолжает работать аэромобильная группа спасателей Главного управления МЧС России по Нинницкому округу. Уровень воды у нас стабилизировался сейчас на отметках 896-898. Небольшое увеличение статистики в основном по Тошвистке. Все мероприятия по обеспечению помощи населению проводятся в полном объеме. В основном сейчас на данный момент это, конечно, организация ремонта мостовых переправ, подвоз чистой воды. По информации Владимира Антонова, две группы спасателей выехали в Щелино и Пылемец для мониторинга ситуации и оказания помощи населению. Большая вода также угрожает Оксиной и Андигу. Там ситуация более спокойная. По информации главы Приморско-Куйского сельсовета, в Красном подтоплено 20 придомовых участков. Есть угроза подтопления дороги на Ринмар-Красное на участке 40-й километр. В целом за сутки. В Тошвистке вода прибыла на 2 сантиметра, в Виске – на 5 сантиметров. В Оксе на рост воды за сутки составил 8 сантиметров. Уровень воды достиг отметки 769 сантиметров. В Андиге – плюс 9 сантиметров, уровень воды на отметке 547. На Ринмаре – плюс 12 сантиметров, уровень воды на отметке 562 сантиметра. По информации Объединённой гидрометеорологической станции «Наринмар», Понижение уровней воды на участке Тошвиска-Оксина ожидается 29 июня-3 июля.